Приветствуем вас на нашем канале, Адульф Юрьев и наша команда. Итак, берем ключевой момент, а именно инструмент для геометрии и по геометрии, фронтальной геометрии, полуобъемной геометрии. У нас имеются, получается, вот такие вот нарезные флажки. Мы специально сейчас затрагиваем именно цикл конкретно по ним, потому что многие люди, которые с ними сталкиваются, они сталкиваются с моментами. Это конкретно надломов носиков. Именно. Почему эта процедура происходит, а именно надлом носиков? Зачастую, очень часто, когда резчик режет, у него происходит действие раз, два, подрезной характер три. У него у вас здесь остается недорез. Что он с этим недорезом делает, если он более глубина работает? Он именно начинает не подрезать, а начинает выковыривать. Посредством вот этого выковыривания он сталкивается с положениями именно сломанного характера. То, что он берет, его фактически ломает. Сам по себе инструмент для геометрии, который, допустим, если взять, допустим, мои те же лезвия, он еще фактически тоньше, нежели фактически предоставляет даже фактически производитель, именно строй, который разработал совместно с нами инструмент. Берем, касаемся этого момента. Что мы делаем на данном этапе? Берем такой, действительно крупнозернистый камень. У нас есть наш флажок, который поимел в себе такую своеобразную проблему, именно деформация чего? Надломов. Берем его, просто-напросто смачиваем, берем и таким образом в торцевом положении, и его сгоняем. Именно сгоняем. Это специально показывается для тех, у кого что, нету ни двигателей, то есть домашние условия и прочее. Переворачиваем на жопку. Производим те же действия. На двигателе, конечно, это все более проще, более доступнее. Обязательно работаем по мокрому камню. То есть взбиваем сначала углы. Не торопясь. Слегка подзбили. Теперь берем носик. Работаем на себя. Как вы видите, мы его автоматически чуть-чуть подогнули, тем самым мы неровно взяли и выровняли. Смотрите, у нас второй край, второй край имеет то же самое положение. Вот сбитая часть. Что мы делаем? Смочив, смочив, работаем на себя. Вот, фактически мы выровняли. На виду того, что здесь слегка идет завал, теперь мы делаем по фактически всей ровной позиции. Выравниваем. Именно выравниваем всю поверхность. Обязательно смачиваем. Фактически на глаз. Мы как бы увидели, что мы действие произвели, мы его выровняли. Что мы теперь делаем? Мы берем на материале. Берем мелкозернистую наждачку. Укладываем вообще. Укладывается не на камни, укладывается не на досточки. У меня просто нету под боком стекло. Вообще укладывается, влаживается наждачка на стекло. Берем, промачиваем нашу наждачку. Обязательно смачиваем. Смочив ее, поработаем сначала вот так. Потрогали. Хорошо. Теперь. Обращаю ваше внимание. Даже фактически по скайпу мне кое-какие люди начинающие показали, как они заправляют, получается, свои резцы. Я им индивидуально, конечно же, показал, как это делается. Но флажок, запомните. Вот у нас носик, вот у нас жопка. Заправляется флажок по направлению реза. А именно, если мы режем вот так, соответственно, заправляется вот так. Вот. Ни в коем образом, потому что мне показали, что заправляют вообще назад. То, соответственно, и мало того, заправляют, получается, на сухих наждачках, на очень большой скорости. Соответственно, получается, данное положение образует что? Образует положение трения. Тем самым ослабляет, послабляет металл. Ну и, соответственно, приходит в фактическое положение к реальной негодности. Теперь берем, заправляем. То есть, таким образом, позбиваем. Есть. Обращайте внимание на кромку. Самое главное, не торопитесь. Здесь не надо торопиться. Хорошо. Вот так мы, получается, своеобразно вывели. Теперь, что мы делаем? Мы берем, отлаживаем более крупную. Теперь используем в работе 360-ю, 400-ю наждачку. Она получается здесь, как на бумаге, но это специально для машины. Берем, смачиваем нашу наждачку. И легонько-легонько, на 400-й наждачке выводим. Переворачиваем. Смотрим, где еще целесообразно поработать. Один раз пробуем вот так. Разбиваем. Выравниваем темпцом. Работаем аккуратненько. Теперь берем, получается, на очень мелкую наждачку, которая у нас наклеена. Еще мельче. И заправляем. Здорово. Еще раз смачиваем. Теперь давайте проверим. Проверим, начнем. Берем нашу монтачку. Кстати, хочу обратить ваше внимание. На сегодняшний день мы еще, кстати, разрабатываем вот такие вот монтачки, которые специально предназначены для полукругов. Это ровная позиция. Это для уголков. Это внутренние положения. Это для полукругов в боковых положениях. То есть, они уже фактически тоже в стадии завершения. Потому что, посмотрели, на рынке фактически не предоставлены монтачек. Таких вообще нет. Теперь берем нашу монтачку и позаправляем на коже. Смотрим на лезвие. Берем кусочек досочки и проверяем, что у нас случилось, что у нас произошло. Врез. Врез. Как мы видим, с носиком целесообразно еще слегка, слегка его повывозить. Если жопка у нас ведет более лучше, значит носик следует что? Над ним следует поработать. Хорошо. Самое главное не торопитесь. Таким образом выравниваем. Флажки это вообще, то есть, такой именно реальный инструмент в резьбе. Его, чтобы сделать классным, но его надо реально посидеть, повыводить. Именно. Но самые основные моменты мы вам показываем, что даже ваши надломленные позиции, с которыми вы, вернее говоря, столкнулись. В особенности флажки, самое главное не торопитесь, поэтапно, постепенно. То есть вы их выводите. Отпасть и подводите. Пробуем. Четенько. Четенько. Подрез. Я вообще, честно говоря, привык работать вообще тонкими. Но раньше, зачастую, конкретно там мы сталкивались, ну хорошо подбирают, поправивая. С носиком фактически то же самое делается. Вы таким же образом выводите. Честно признаться, у меня даже есть, я специально, ты, кстати, парню показывал, я надломил, получается, тоже свой флажок, две позиции носиков. И что я специально сделал, я взял просто-напросто, перезаправил таким же образом, как мы вам сейчас показываем. Что самое интересное, он у меня стал резать еще острее, нежели фактически мне было предоставлено. Самое главное, не падайте в панику, касаемо того, когда у вас, допустим, сломалось то или иное, над этими моментами, как говорится, мы совместно все работаем. Вот почему, кстати, хочу еще объяснить, что, допустим, это в более толстой форме предоставлен инструмент для начинающих. Потому что если начать его вообще реально выпускать вот в таких позициях тонкости, я вам скажу, как оно есть, здесь вообще вероятность слома очень большая. Именно, потому что у меня, допустим, они вообще все очень-очень-очень тонкие. Так что считаю, что целиком и полностью мы такой вам обзор легкий показали. С флажком, который фактически мы нам ломали из набора, с двух позиций, исправился посредством. Это мы согнали на более крупнозернистом камне. Соответственно, потом применили наждачку, которая у нас находится на материале. То есть все это производилось через воду. Соответственно, мы потом использовали это четырехсотую наждачку. Опять-таки же тоже получается на бумаге, посредством чего это смочили. Основательно, если сказать более честно, объективно и в более развернутом понятии, если еще более основательно, честно говоря, вот так над ним поработать аккуратно, именно хорошо, то вы однозначно придете к тому, что вы настолько его выведете. Здесь самый главный момент, это именно его надо вывести. Именно не торопясь, поэтапно, постепенно, поэтапно, постепенно. Вот таким вот образом вы фактически выводите. Значит, смотрите, по моментам... Мы сейчас не затронем, мы затронем в следующем видео. Но, вот по моментам, а именно вот уголки, да, допустим, когда вот здесь у нас возникают такие моменты, а именно, вот здесь у нас фактически может происходить облом и прочее. В принципе, это наоборот металл как бы находит и слабую позицию, то есть он конкретно и ломается, да, и вероятности закалок и прочее. Я не буду лезть глубоко в эти моменты, но самое главное, что делается, когда у вас здесь образовался надлом, если у вас нету двигателя, если у вас нету, как говорится, оборудования, у вас для этого есть камень, у вас для этого есть наждачки мелкозернистые, 360, 400 и прочее по нарастающей, вы просто-напросто переворачиваете на торец уголок, именно на торец, вы смачиваете предварительно обязательно камень, вы берете просто-напросто, вот так вот его сгоняете, именно сгоняете, сгоняете до основания того, пока весь ваш уголок фактически не выровнялся в одну единую позицию, потом вы его начинаете постепенно, постепенно, это конкретно выводить, опять-таки же через воду, выводить на себя, именно выводить на себя, переворачивая. Уголки, как правило, вот в производственном аспекте, если брать, никоим образом никогда не используют, это внутреннюю подводку, именно. Мы используем именно внутреннюю подводку, точно так же, как и внешнюю. Так что пробуйте таким образом, считая целиком и полностью, мы показали, как исправляется и выправляется флажок, считая, что это является доступным. Все, с наилучшими пожеланиями, Адорфий Юрьев, наша команда, хранит во всех Бог. Подписывайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, не забывайте о том, что мы стараемся, эти или иные моменты высвечиваем в тех объективных факторах, как мы это видим, как мы это понимаем и делимся своим жизненным опытом. И самое главное, не подайте духом, пробуйте, все у вас обязательно получится. Все, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok